Всем привет! Реки являются основным источником жизни, ведь пресная вода имеет решающее значение для выживания флоры и фауны на земле. Однако многие реки настолько загрязнены, что больше напоминают гигантские плавучие мусоропроводы. По статистике, 90% пластика, попадающего в мировой океан, приходится из рек. В мире насчитываются десятки речных систем, находящихся в зоне риска. Последствиями загрязнения могут быть ухудшение здоровья жителей, мутации рыб и вымирание речной жизни. И сегодня я расскажу вам о самых грязных реках в мире. Ну что ж, начинаем! Хуанхэ. Эта река одна из крупнейших в мире и служит источником питьевой воды для большой части северного Китая. Несмотря на это, множество предприятий и поселений постоянно отравляют ее. Уровень загрязнения Хуанхэ довольно высок, что и позволяет считать ее одной из грязнейших рек в мире. Тем не менее, люди по-прежнему берут воду из желтой реки и используют ее для купания, питья и других бытовых целей. Именно из-за этого в девяти провинциях Китая, по которым протекает Хуанхэ, наблюдается рост заболеваний, передающихся через воду. В последнее время китайские власти предпринимают попытки отговорить население пить воду из этой реки, поскольку она небезопасна для потребления человеком или животными. Матанса. Является самой загрязненной рекой в Южной Америке. Виной тому промышленные предприятия, которые день за днем сбрасывают источные воды в реку. Основной тип загрязнения – летучие органические соединения, в частности, Толуол. К тому же Матанса неофициально называется рекой Скотобойни, так как вдоль нее расположено немало кожевенных фабрик. И несложно догадаться, куда они сбрасывают отходы. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, проживающие вблизи этой реки, болеют раком в два раза чаще, чем жители других районов страны. Буриганга. Вода непонятного оттенка, от которой издалека разит сильным запахом, кучей пластикового мусора и отсутствия признаков любой живности поблизости. Так выглядит река Буриганга. Однако это не настораживает местное население, которое умудряется в таких условиях мыться и стирать свои вещи. Эта река официально признана мертвой, поскольку выжить в ней могут только простейшие организмы. В настоящее время она является местом захоронения всех видов загрязняющих веществ, включая промышленные и бытовые отходы, сточные воды, медицинские отходы, мертвых животных, пластмассы и так далее. Около 80% сточных вод, сбрасываемых в реку, не очищаются. Один только город Дакка, рядом с которой она протекает, выбрасывает в Буригангу 4,5 тысяч тонн твердых отходов. Неудивительно, что эта река входит в число самых токсичных водоемов на планете. Река Марилао. Большинство загрязняющих веществ, попадающих в реку, представляют собой отходы, образующиеся на кожевенных заводах и предприятиях по переработке золота. Сейчас значительная часть реки представляет собой гигантскую свалку неорганических материалов, таких как одноразовые пластиковые пакеты, банки и бутылки. А уровень свинца в воде настолько высок, что убивает рыбу. Ситуация усугубляется тем, что местные населения фактически используют реку вместо мусорки. Все отходы просто сваливаются у берегов реки. Учитывая то, что в сезоне дождей эта река разливается на обширные территории, сложно представить, какому заражению подвергается земля вдоль реки. Река Ямуна. Является одной из самых грязных рек Индии. Во многом это связано с тем, что для большинства людей, проживающих в столице, она является единственным способом избавиться от отходов. Множество предприятий и заводов также вносит свою лепту. Государства расходуют громадные суммы на попытки очистить реку, но большое количество поступающих вредных веществ сильно этому мешает. Проще говоря, эта река превратилась в одну большую мусорку для огромного города. Читарум. Сотни лет эта река, протекающая рядом с индонезийской столицей Джакартой, способствовала развитию сельского хозяйства и рыболовства. Она была основным источником водоснабжения и даже производства электричества в Западной Яве. Однако, длительные соседства с пятью миллионами людей привели реку в ужасное состояние. Она переполнена промышленными и бытовыми отходами, сброшенных в неё. Здесь можно найти практически любой вид загрязняющих веществ, таких как пластмассовые изделия, резина, стекло, металл, краски и химикаты. Во многих местах Читарума уровень загрязнения настолько высокий, что поверхность воды вообще не видна под слоем мусора. Согласно проведённым испытаниям, содержание ртути в реке в сто раз превышает допустимый уровень, а уровень свинца в тысячи раз. Из-за таких невообразимых масштабов экологической катастрофы, река считается самой грязной в мире. На этом всё. Все знают, что вода является источником жизни на Земле. Но, к сожалению, в наше время очень много водоёмов сильно загрязнены. И если такое будет продолжаться, то вскоре питьевой воды станет настолько мало, что её будет очень трудно найти, и она превратится в самый ценный ресурс. Давайте постараемся не дойти до такого. Субтитры создавал DimaTorzok